Послеоперационное многоцентровое рандомизированное исследование пациентов с раком поджелудочной железы третьей фазы с целью сравнения эффективности химиотерапии и сочетания химиотерапии и гипертермии. Доктор Абдель Рахман. Дамы и господа, после того, как мы посмотрели на исследование по саркоме в 2010 году, мы запустили следующее рандомизированное исследование для новой опухоли. Это рак поджелудочной железы. Это было многоцентровое исследование, более чем в 10 исследовательских центрах в Германии. До того, как мы запустили это рандомизированное исследование, использовалось гепцетамбин и цесплатин. Мы посмотрели сначала на проблему рака поджелудочной железы, посмотрите на инцидентность, встречаемость, на смертность и заболеваемость. У нас не было достаточно эффективной терапии для этой когорты пациентов. Вы видите, что рак поджелудочной железы, 80% пациентов, это нерезиктабельные опухоли во время постановки диагноза. 15% пациентов – это R0, R1, резиктабельные опухоли, то есть это стандартная терапия. И после этого гемцетабин в качестве монотерапии. И это было опубликовано в 2010 году. Рецидивы у нас здесь больше, чем 80% в течение двух лет. В этой ситуации пациенты получают форфоренокс или другую терапию. И если вы посмотрите на нашу терапию, это прежде всего термотерапия. Мы хотели это исследовать в рандомизированном исследовании вместо монотерапии гемцетабином. И исследование второй фазы в случае рекуррентности рецидива или метастазов печени по первому режиму химиотерапии. Итак, вначале я бы хотела осветить вторую фазу исследований и затем уже поговорить о термостадии. Первая стадия – это пациенты с адювантной терапией гемцетабином. На основе гемцетабина в этом случае мы давали гемцетабин плюс цесплатин. 33 пациента в комбинации с региональной гипертермией и хемочувствительный препарат. Вот это публикация, которая показывает эффективность гемцетабина цесплатина в комбинации с гипертермией. Вы видите, что здесь освещается рационал нашего клинического исследования, то есть протокол. И мы использовали, как вы видите, БСД-2000 систему. Это Сигма-60, это аппликатор, это 4 антенны биполярные. Это новый подход, это 4 биполярные антенны. Это очень важно для лечения рака поджелудочной железы, потому что этот аппликатор дает нам возможность изменять фокус лечения в 3D-режиме. Мы видим здесь, что мы способны получить оси продольные. По ним распределение мы наблюдаем очень четко. И в случае рака поджелудочной железы нам нужен сдвиг цели в направлении голове пациента, чтобы мы могли обрабатывать, лечить верхнюю часть абдоминальной области. И мы видим, что у нас есть возможность менять в сагитальном разрезе это направление. Эту проекцию. Системы гипертомические, имеющиеся на рынке, не всегда давали эту возможность, не всегда могли в трех направлениях давать возможность менять это поле гипертермии. Чтобы судить о эффективности этого лечения в таких очень трудных обстоятельствах, очень трудно прогревать опухоли абдоминальной области, мы тестировали эффективность температурной работы в этой ситуации, устанавливали инвазивные катетеры для термообработки у пациентов, и замеряли каждые 6 минут температуру, и делали карты температурные, картировали ситуацию, и мы увидели распространение вдоль катетера температуры. Мы его отследили. Теперь можем произвести расчеты. Эти расчеты для 18 пациентов были проведены, 146 сеансов. Медиа на максимальной температуре 42,1 градус, и это было, собственно говоря, основание для выполнения гипертермии в таких очень трудных условиях, когда мы имели дело с раком поджелудочной железы. То есть мы смогли получить удовлетворительные температуры инвазивным методом в верхней части абдоминальной области. Следующее, мы отслеживали два случая такого рака и наблюдали температуру более 41 градуса. Мы убедили, что мы можем измерять температуру, в частности, в железе и вообще в целом верхней части абдоминальной области. Мы опубликовали результаты по анализу 23 пациентов гемцетамин, цисплотин и гипертермия. Лечение второй линии, терапия второй линии пациентов, которые оказались рефракторны к гемцетабину в случаях серьезных стадий рака поджелудочной железы, продвинутых, это 2013 год. Итак, 23 пациента у нас было. И все эти пациенты, у них у всех была третья стадия заболевания, и все эти пациенты, у них был местно распространенный рак или метастазирование. Большинство таких пациентов дают метастазы в печень при раке поджелудочной железы, это типично. И мы смогли провести 6 циклов 17 пациентов и более 6, также примерно 6 пациентам. Режим лечения. Гемцетабин первый день, второй и четвертый день цисплотин вместе с гипертермией, как уже мы говорили, потому что цисплотин термочувствителен. И это элемент химиотерапии, который мы должны учитывать. 12 циклов химиотерапии были предоставлены пациенту. Гипертермия. И мы видим здесь результаты наблюдения токсичности. То есть это результат применения режима химиотерапии в комплексе с гипертермией. Дают такую картину токсичности. У нас не было четвертой стадии токсичности. Анемия была, ликопения, достаточно мягкие, в мягких формах. И вот мы можем судить о том, что очень тяжелых форм при таком режиме нету токсичности. Гипертермия не показала нам токсичности третьей или четвертой степени. мы наблюдали после проведения четырех циклов химиотерапии, гипертермии в комплексе о 55 случаях достижения уровня контроля заболевания. И вот здесь мы показываем частичный ответ и стабилизацию заболевания 1,7 соответственно. Вот что важно из того, что мы наблюдали после прогрессирования заболевания первой линии химиотерапии, мы увидели остановку прогрессирования на 3,4 месяца. То есть мы смогли контролировать... Простите, 4,3 месяца. То есть в течение 4 месяцев медиана мы могли контролировать заболевание, как мы убедились. И у нас общая заболеваемость медиана общей выживаемости примерно 13 месяцев. Вот такой пример. Прогрессированное заболевание на гемцетабине. Мы давали гемцетабин, цистопатин вместе с гипертермией в июле. И вот результат через 5 месяцев. Частичный ответ через 5 месяцев был достигнут. И вот это основание для проведения следующего исследования. Центр химиотерапии. Резектированный пациент. Режим подобран. Гемцетабин. Этли опубликовала результаты. И в 2013-м был проведен апдейт гемцетабин. И в другой группе наблюдения и оценивалась выживаемость без рецидива заболевания. И общая заболеваемость. И мы видим по этим показателям, по этим точкам значительные положительные результаты мы получили. Мы знаем, что гемцетабин эффективен в случаях резектированного рака поджелудочной железы. Мы знаем, что мы способны прогнагревать поджелудочную железу достаточно эффективно. И мы способны также эффективно воздействовать теплом на метастазы в печени. И таким образом мы установили, мы стали проводить, разработали дизайн для специального исследования уровня нагревания. Рандомизация проведена стандартно-стандартно-группу стандартной химиотерапии гемцетабином. Это все пациенты после резекции рака поджелудочной железы. И другая группа гемцетабина цисплатин это в сравнении с гипертерапией с использованием нагревания, гипертермической терапией. Вопрос, почему мы сравнивали гемцетабин цисплатин против, скажем, группы цисплатина против гемцетабин цисплатин плюс гипертермия. Дизайн исследования следующий, оно было задумано как исследование с тремя группами, но АСКО в 2010 году публиковало следующее, что не было разницы между группой гемцетабина и группой, где получали и гемцетабин и цисплатин. Нам нужно было просто учесть этот опыт, поэтому мы сравнивали стандартные ситуации и сравнивали их с добавлением к стандартной химиотерапии гипертермии. Первичные, конечные точки это выживание без рецидива заболевания, и мы хотели пролонгировать этот период с 14 до 19 месяцев надеялись, что это получится. Планировали взять 168 пациентов и такую выборку, разбить их на две группы рандомизированно. Вот наш график гемцетабин против гемцетабина и цисплатина и гипертермия. Итак, мы 54 пациента набрали в это исследование. Вы видите разные центры здесь, которые участвовали в исследовании Мюнхен, Дюссельдорф, Тюбинген и другие несколько. И мы видим как раз рандомизированных пациентов 50 с небольшим. Это скринированные пациенты. и первый анализ, который мы получили, следующий. Здесь проведился только анализ токсичности. 20 пациентов проанализированы с этой точки зрения и мы не наблюдали токсичности третьей степени. нейтропенические события были неврологические проблемы. Также были у нас не было тяжелой суровой токсичности в рамках этого исследования. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!